Слава Богу, я приветствую вас! Я так убежден, что вы улыбаетесь, я уже заранее начал улыбаться, раньше с вами поговорить. С вами пастор Генри Мадава, в эфире «Голос Победы». Бог благ, и Он любит каждого из нас. И вы знаете, что особенно? Особенность в том, что Бог нам дал все принципы, все правила, как успешно жить. И вот если внимать всему тому, что Бог нам говорил, мы всегда будем успешными людьми. Это имеется в виду, все, что Бог для нас определил, мы сделаем и успешно сделаем. Но знаете ли вы, что человек, все, что вокруг него, зависит от того, что внутри него. Если внутри человека есть много радости, то снаружи много радости. Внутри человека есть депрессия, все вокруг него депрессионное. Поэтому важно, чтобы содержание внутреннее соответствовало тому, что мы хотим видеть вокруг нас. Например, в семье. Хочешь менять атмосферу в семье, меняй ее внутри себя сначала. В компании, меняй внутри себя. И тогда все поменяется. Если не поменялось внутри, естественно, снаружи, как бы ни желали, ничего не изменится. Человек живет, исходя из того, что внутри него. Это то, что он показывает в его жизни. Это очень важная проповедь, которую нельзя пропускать. Давайте послушаем. И Бог вас благословит. Жизнь от того, что есть внутри. Человек всегда проявляется в жизни его, то, что у него есть внутри. Например, если человек грубый, что живет у него внутри? Грубость. И оно просто выходит. Если человек, он обманщик. Что живет у него внутри? Обман. Он вор. Что живет в нем внутри? Воровство. То есть, если человек, он добрый, в нем преобладает доброта. Кто ты есть внутри, это то, что мы видим и слышим. Пастор Генри, с чего вы взяли эту информацию? Я вам так не говорил. Ага, точно. А я почему-то думал, что ты говорил. Откуда я взял? А потому что, кто ты есть внутри, говорила громче, чем твои слова. Люди могут маскироваться в определенное время. Вообще-то мы живем в такое время, где люди способны одевать разные маски. Притом научаются, где, какую маску надо одевать. И вот эти маски, которые в сумочке, они одеваются там, где надо. Но люди, которые могут смотреть и видеть дальше, чем маски, они поймут, кто ты на самом деле. Это либо те, которые с тобой часто соприкасаются, или люди, которые умеют видеть. Есть такие. Или те, которые слышат тебя часто. Поэтому, заметите, самый лучший метод свободно и спокойно жить, будь самым собою, всегда, везде. И не надо отрепетировать, как себя вести с кем и где. Когда Бог спасает человека, Он не просто дает человеку новые мантры. Бог дает человеку новую натуру внутри. Притом, не просто новую натуру, что до покаяния ты был с мышлением восьмого класса, покаялся, и теперь ты с мышлением кандидат на угне. Он дает тебе новую натуру, свою божественную натуру. Скажите, божественная натура. Он дает нам быть абсолютно новыми людьми. 2 Коринфянам 5,17 Библия говорит. Итак, то есть итог всего. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь и все новое. Слово «всё» по-моему означает «всё». Или по-другому, без исключения. Всё стало новое. Поэтому, когда Катин Кулман говорила, что Катин Кулман, который вы говорите, её давно нет. Они не могли понимать глубину её слов. Её нет. Тут новое. Поэтому Бог дал тебе свою жизнь. Ты абсолютно новый. Или новая. Божий план такой. Всё это новое, что Он дал тебе, Он желает, чтобы оно проявлялось в твоей жизни, вокруг тебя и повлияло на всё, что касается тебя. Чтобы вот это Божие, что в тебе, начало проявляться изнутри, так, чтобы вся твоя жизнь была наполнена и покрашена Божьими качествами, которые внутри тебя. Божья жизнь, которая в нас, она не пассивная жизнь. Она очень активная, живая, потому что Божья жизнь в нас, её принесла личность. Иисус Христос в лице Духа Святого. Он живёт во мне. Библия говорит к римлянам, восьмая глава, с десятого стиха по восемнадцатый. А если Христос в вас, то тело мёртвое для греха, но Дух жив для праведности. Там, где написано, Дух жив для праведности, в оригинале пишется, но Дух жив из-за праведности. То есть, праведность оживляет твой Дух. Если же Дух того, кто воскресил из мёртвых Иисуса, живёт у вас, то воскресивший Христа из мёртвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живёте по плоти, то умрёте. А если Духом мёртвое для праведности, то дела плотские, то вы живы будете. Заметьте, кому это пишется. Братьям. Это верующим. То есть, верующий имеет шанс снова умереть, исходя из этого текста. Верующий может умереть. Что надо, чтобы верующий снова умер, это жить по плоти. При этом же им говорится, у вас есть возможность умерщвлять дело плоти. У неверующего нет возможности, а у тебя есть. Ибо все вводимы духом Божьим суть и не Божьим. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызываем Ава Отче. Все самый дух свидетельствуют духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, наследник же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что в нынешнее времени страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Первое. Исходя из того, что мы читали, Иисус живет в наш дух и оживляет наш дух праведностью, которая от Бога пришла. Когда Божья жизнь приходит, Иисус оживляет твой дух. И вдруг Божья жизнь, небесная жизнь начинает оживляться в тебе. и ты начинаешь быть тем, кем ты должен быть. И оживление моего духа дает моему телу умереть для греха. Сомерите, две вещи идут вместе. Получается, новый человек, в отличие от того, что было у меня раньше, что произошло? Первое. Мой дух ожил. Два. Мое тело в том, что касается греха, не в том, что касается 100 метров бег, не то, что касается просыпаться во время на работу, не в том, что касается, а что касается греха, мое тело начинает умереть. Его перестает тянуть к чему-то. Если ты пошел куда, туда, куда, не надо, то тебе начинает быть плохо, чего раньше не было. До покаяния не было. Из того, что мы читаем, написано, Дух Святой оживляет наши мертвые тела. С момента твоего покаяния Дух Святой имеет еще одну миссию. Оживить твое тело. В чем Он нас оживляет? Первое. Дух Святой оживляет наши тела тем, что Он иссиляет наше тело. Не всегда мы в курсе, даже когда Он иссиляет нас. Много мелких и разных сложностей, которые бывают, возникают, и Он просто иссиляет, и мы даже не заметили. Или, как сказал мне один человек, вроде был у меня инфаркт, но три года живу, потому что Дух Святой его оживляет, держал его тело, хотя сердце неподходящее. Поэтому замедите, Дух Святой оживляет, иссиляет. Второе, Он оживляет твое мышление, творчество, душу и эмоции. Один из признаков, что твои эмоции сцели нездоровые, один из признаков, это мечты твои возвращаются обратно. Я не сказал, что они вспомнились, но они возвращаются, снова появляются вот этот мечтатель, снова, ты уже похоронил мечты, ты уже понял, что не получится, с этой хрустовкой не выйдет этой мечты, с этими пятнадцатью детьми никак не получится, и с этими соседами, или с этой семьей, но когда Бог исцеляет твои эмоции, снова, откуда ни возьмись, снова мечты. помните, мечты, это Бог говорящий тебе, что возможно. Кем же мы стали, когда мы родились выше? Кем? Первое, мы стали Божьими детьми. Это означает, если я Божье дитё, это значит, я свой Богу, я не чужой для Бога, я Его дитё, я похожий на своего Отца. Мы Божьи дети, не только Божьи дети, Библия говорит, мы праведники во Христе Иисусе, правильно стоим перед Богом, и последнее, здесь написано, мы наследники Божьи. Что такое наследник? Значит, всё, что у Него есть, оно есть для меня. Оно в двух направлениях. Первое, здесь на земле, всё, что у Него есть для Его детей на земле, оно тоже для меня. И всё, что у Него на небе, жизнь вечную, оно тоже есть для меня. Меня интересует Божье земное. Почему? И ты на небо Его работа. Вы понимаете, Иисус умер за меня, пролил кровь за меня. Если я хожу с Ним, это Его миссия меня доставит на небо. Главное, чтобы я от Него не отворачивался. паттенбургская аминь. А что здесь на земле он дал, это моя задача, это применять, использовать в жизни. Поэтому замерите, я наследник, всё, что у отца есть для меня, для его детей на земле, на небе, оно моё. Вопрос возникает, хорошо, пастор Генри, как жить из-за внутри. Как жить из-за внутри. То есть, надо выражать, люди выражают то, что внутри них. То ли это в них есть какое-то или Божья жизнь внутри, надо его выражать. Откровение какое-то надо выражать. Какое-то стержень, аксиомы жизни, принципы жизни надо выражать. Горячие цели надо выражать. Уверенность какая-то надо выражать. Образ жизни надо выражать. Революция, которая внутри, надо выражать. Идеи, которые внутри, надо выражать. Если не выразишь то, что в тебе, оно никогда не проявится. Если в тебе завод, и ты его не выразил, другой построит завод вместо тебя. Первое. Для того, чтобы выразить Божьей жизни, которая внутри тебя, соглашайся с Божьей позицией, с тем, кто ты есть внутри. Надо соглашаться с Божьей позицией. Мне нравится, как написано 2 Тимофея 1, 12, 14. Павел говорит, «По по всей причине я и страдаю так, но не стяжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен, сохранит залог мой на они день». Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня с верой, любовью во Христе Иисусе, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Павел говорит, «Я знаю, в кого я уверовал, знаю, не предполагаю, я знаю». То есть, мне надо знать, кого Бог меня видит, кем Он меня видит, что мне дано в Боге, что Он мне обеспечил. Я должен это знать. когда мы знаем, кто мы соглашаемся с Богом, мы начнем жить, осознавая, что Он вложил во мне. Я Божие дитё, я не думаю, я знаю. Второе, надо убрать аргументы и оправдания. Твои аргументы и оправдания рисуют тебя, кто ты внутри. смотрите, как написано в притче 26 глава 12-13 стих. Видал ли человека мудрого в глазах его, на глупого больше надежды не жили на него. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях, то есть все идут на работу, все идут на работу, заниматься делами, на служение, и жена приходит, муж, почему ты не идешь на работу? Понимаешь, на улице лев, на площадях, я боюсь, а все же там ходят, не там лев, а как же сосед там на площадь, а как же те, как же те, что за аргументы? Ленивы. Все слова, действия, даже мысли, которые мы делаем против Бога, или вразрез с Богом, мы это делаем, потому что у нас есть свои аргументы. Надо заменить аргументы, которые мешают тебе в Боге, в жизни, в исполнении воли Божьей, в том, чтобы быть настоящим христианином, в том, чтобы жить так, чтобы Бог радовался тобою. Надо заменить эти аргументы Словом Божьим, истинной, правильными словами, Божьими принципами, Божьими обетованиями. Заменяй их. Некоторые важные шаги, которые в жизни надо делать. Первое. Бросать греховный образ жизни. Греховный образ жизни не так легко бросать. Для того, чтобы это делать, наполняй себя Божьими аргументами теперь. и гораздо легче уйти от разрушительного образа жизни. Второе. Восстанови разрушенные отношения. Просить прощения у кого? Ха! Что вот вы заставляете без сказать? Ха! Это аргументы, которые в голове. Но если бы он там обеспечил, он то, он то, я бы просил прощения. А теперь у кого просить прощения? Но если бы она там, чего я буду? Вот аргументы мешают тебе восстановить разрушенные отношения. Прими решение не только восстановить отношения, исполнить свои мечты. Скажи, мои мечты ждут меня. Скажи, мои мечты это Божьи желания для меня. Пастор Генри, да. А как насчет того, что у меня мечты прыгать с гори на как называется этот дельтаплан это тоже может дать Бога, да. А зачем? А потому что Бог хочет, чтобы ты наслаждался этим. Если не дать тебе эту мечту, ты никогда это не сделаешь. Поэтому Он дает своим детям разные мечты. Зачем? Чтобы они наслаждались тем, что Он создал. В тебе есть Божья сила, Божья благодать, Божья власть, Божьи ангели за тебя. Ты Его дитя. И все остальные аргументы недостаточны, чтобы перевесить вот эти аргументы. На улице лев, да, но Бог с тобою громче аргумент, чем лев на улице. Денег мало, да, но Бог за тебя громче аргумент, чем денег мало. В Киеве все православные не каются, да, но небо на твоей стороне громче аргумент, чем православие. Заметите, что на земле нет аргумента, силного, достаточно, чтобы остановить тебя. Нет. аргумент, вот одно из самых важных вещей, что может приходить в жизни человека, это откровение. Бог Бог дал тебе откровение, оно живо внутри, это дело короткого времени, как то, что тебе открыто, начинает быть реальностью вокруг тебя, через тебя, и прикасаясь к тем людям, которые окружают тебя. Но начало это, когда человек принимает Иисуса. Бог должен жить внутри тебя. Если ты принял его, и он твой Господь, то эта жизнь Божия в тебе начинает проявляться в твоей жизни, вокруг тебя и везде. Вот я хочу помолиться с вами, если вы никогда не приняли Иисуса, давайте сделай это прямо сейчас. Бог вас любит, и он ждет тебя уже давно. Скажи со мной, Отец Небесный, прости мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце, будь моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса. Амин. Если ты помолился эту молитву искренне, поздравляю. Это так хорошо, имя твое в книге жизни теперь. Теперь я хочу помолиться, чтобы Бог прикоснулся к тебе, дал тебе чудо, дал тебе прорыв, и чтобы вокруг тебя начало проявляться то, что ты давно мечтаешь, чтобы было. Отец, я благодарю тебя, что ты Бог всемогущий, для которого нет ограничений. И я приказываю болезни уйти. Я говорю, всякая опухоль растворится, чтобы сахарный диабет ушел. Приступы эпилепсии допрекращаются. Во имя Иисуса. Я приказываю Паркинсона болезни уйти. И я говорю, мигрени исчезнут, и всякую болезнь от головы до ноги. Уйди во имя Иисуса. Амин. Боже, спасибо за прорыв в жизни, за атмосферу прорыва в сердце, в душе, оживление там, где депрессия. Во имя Иисуса. Амин. Слава Богу, я вас поздравляю. Я вас очень люблю. Помните, в Господе Иисусе вы Божьи чемпионы. И помни всегда, меняя себя внутри, меняешь все твое окружение. Пусть Бог тебя благословит. До следующей встречи. У Ирены на протяжении трех лет была постоянная боль в сердце. Во время улитвы она почувствовала жар и боль ушла. И сегодня она пришла первый раз в церковь, и Бог ее исцелил. Вы первый раз в нашей церкви? Я первый раз пришла в церковь, я не ожидала. Я вышла на сцену. Почему? Если со мной такое произошло, значит, и с другими может такое произойти. Такое тепло в сердце произошло, горячо стало, горячо и перестало болеть сердце. Да. Да, вы знаете, чудо. Можно вам объяснять, что это такое? Я не знаю, что это такое. Я понимаю, что вы не знаете, я вам объясню. Это сила Божия, то есть Бог живой, реален. У него есть сила и способность, которые он может проявлять, помогать людям. Вот все эти люди, они не придумывают, и точно так эта сила прикоснулась к вам, потому что Бог вас любит. Такое тепло было в сердце, знаете, и сразу перестало, я с собой ношу карвалмент, валидол, все с собой ношу, потому что постоянно болит сердце. И тепло вот это, знаете, рассеяло, ну, перестало болеть сердце вообще, я его не чувствую. Да. Спасибо тебе. Как вас зовут? Ирена. Ирена. Пусть вас Бог благословит, Бог вас очень любит. Наталья систематически боли в затылке, сегодня она пришла с болью, но сейчас боль прошла. А связано с чем боль в затылке? Ну, давление, скорее всего. Это давление? Да. А сейчас боль ушла? Да. Господь, спасибо тебе за полное исцеление от давления во имя Иисуса. Максим, в течение года что было? Было боль в желудке. Во время молитвы был дискомфорт, было такое ощущение камня. Как будто камень. Да, сегодня он как оно спало. Господь, благодарю тебя за это исцеление во имя Иисуса. Когда Иисус приходит, это особенное время для чудес, могущественное проявление Божьей славы, милости и любви. Когда Бог открывает двери, невозможное становится возможным для тех, кто верит. Разные языки, разные народы, культура и обычаи, но одна цель в каждой стране проповедовать Евангелие до края земли и прилагать спасенных к Церкви Иисуса Христа. Мы благодарим всех партнеров служения Христос для всех городов за ваши молитвы и финансовую поддержку. Эти фестивали Иисуса стали возможными благодаря вашему вкладу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова